Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Семь Семьям. Я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами поговорить о луковичных цветах. Но не просто о луковичных цветах, которые мы все время сажаем в саду осенью, а о тех цветах, которые не нужно выкапывать каждый год. Вы мне сейчас скажете, мы и так не выкапываем каждый год. Тюльпаны растут на одном месте несколько лет. Но вот, если честно говоря, то раньше тюльпаны, которые высаживали наши бабушки, они действительно могли расти на одном месте 3-4, даже больше лет. Те, которые тюльпаны сейчас, которые такие красивые, махровые, необыкновенной красоты, они, как правило, вот эти гибриды, их нужно все-таки выкапывать каждый год. Иначе они просто мельчают или уходят слишком глубоко, и просто могут в одну прекрасную весну даже не появиться. Поэтому их все-таки рекомендуют выкапывать каждый год. Но сегодня я хочу поговорить о тех цветах, которые точно не нужно выкапывать каждый год, которые очень неприхотливые, прекрасно зимуют в средней полосе, без всякого укрытия, без всяких там танцев с бубном. И самое главное, что они точно зацветут каждый год, какая бы зимовка ни была. То есть они очень устойчивы. Начнет мой список цветочек под названием пролеска. Мне очень нравится этот цветочек. Нежные ранние цветочки, голубых или розовых оттенков, могут расти на одном месте 3-4 года, без всякого выкапывания. Следующий цветочек под названием хеонадокса. Это тоже... Цветовая гамма там тоже бывает разная. Тоже растет на одном месте 3-4 года. И восхитительное растение, но очень нежное. Безвременник. Классное растение, наверное, все его знают. До 5 лет может расти на одном месте. И самое главное, что он настолько нетребован к почве, к освещению. То есть это такое растение, которое, ну скажем так, посадил и забыл. Только когда уже видим, что он нарастает большую и достаточную кучку, тогда уже можно его действительно начинать делить. Мускари. Ну, мускари, мне кажется, его все любят. Мускари в сочетании с тюльпанами, с нарциссами. Где бы вы ни посадили, они всегда смотрятся уместно, красиво. И дают такой, знаете, ну легкий акцент. Бывает розовая, голубая, они, цветочки некрупные. И может до 5 лет расти на одном месте без всяких проблем. Ботанические тюльпаны. Вот сейчас они тоже набирают такую популярность. И, в общем-то, достаточно заслуженно. Потому что они, пусть мельче, пусть меньше ростом, но они зацветают на 2 недели раньше. И цветут они, скажем так, особенно если посажены они кучкой большой такой клумбы, очень красиво смотрятся. Несмотря на то, что у них бокал, конечно, не такой шикарный, как у тюльпанов, которые там махровые, попугайные. Но, тем не менее, вот эти цветочки заслуживают, чтобы быть в вашем саду. То же самое касается и нарциссов ботанических. Они тоже сейчас очень набирают популярность, потому что они, скажем так, менее хлопотные, чем те, которые нарциссы такие махровые, красивые, с красивым цветком. Пушкини еще продолжит мой список. Тоже красивый, очень луковичный, который до 5 лет совершенно беспроблемно растет на одном месте. Еще один цветочек, который, скажем так, не часто встречается в наших садах, но очень красивый. Называется он белоцветник. И похож чем-то на ландыши, только чуть-чуть-чуть крупнее. Зацветает он где-то, ну, скажем так, в середине или даже ближе к концу мая. Все зависит от того, какая у нас весна. Ну и, конечно, продолжит мой список декоративные луки. Декоративные луки – это беспроигрышный вариант. Цветут они красиво, сильно, особенно, когда они посажены в композиции. В сочетании с другими цветами, конечно, это здорово, очень здорово смотрится. Могут они расти на одном месте достаточно долго и без всякого, скажем так, специального ухода. Единственное, только луки, два исключения – это шуберта и христофора. Вот, а их нужно, конечно, выкапывать каждый год. Ну и завершает мой список – это, конечно же, лилии. Лилии – это, наверное, самые красивые из луковичных. Лилии тоже мы не выкапываем несколько лет. Можно даже до пяти лет на одном месте выращивать. Там все зависит от сортов. Лилии – это тоже неприхотливое растение. Вот те, которые занимаются лилиями, разводят лилии, всегда говорят, что, наверное, это самое беспроблемное луковичное растение. Лилии растут всегда, везде и на любой почве. Ну, скажем так, с небольшими одобрками. Список мой подошел к концу. Я, конечно, назвала не все луковичные, которые могут расти на одном месте без выкопки, но, тем не менее, какой-то небольшой списочкой я вам составила. И еще, друзья, у меня просто к вам дополнение. Если вы будете сажать эти луковичные, несмотря на то, что там пишут, что обычно производитель пишет на пачке, что сажайте там с расстоянием таким-то, таким-то, мой вам совет. Сажайте их почаще, погуще. И тогда вы весной получите действительно вот просто небольшую мини-клумбу или просто, можно сказать, весенний букет в вашей клумбе. И особенно, если это будет в сочетании с какими-то очень красивыми луковичными, которые требуют выкопки, вот этот союз будет необыкновенно хорош. Поэтому долой инструкции, сажаем букетным способом. Друзья, а все для посадки луковичных вы найдете в интернет-магазине 7 семян. Не забывайте, что для подписчиков канала 7 семян промокод Польза, который дает 10% скидку. А я прощаюсь с вами и до новых встреч!